Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня вечером начинается Хайлул. Знаменитый Хайлул, 18-й Лула. День, один из самых волшебных дней в году. Я попробую очень коротко рассказать об этом дне. Хайлул – это день, предопределенный быть днем радости и благословения. Написано в Кабале. Есть старое учение, которое донесли до нас его в двух вариантах. Первое – это Хайлул, это день, когда приносится жизненная сила вообще в мир и в месяцы Лул в частности. И второе – это Хайлул сужает человека энтузиазмом на его духовные труды, как сказано в стихе «Я принадлежу любимому моему, а мой любимый мне». Хайлул – это счастливейший день для хасидов всего мира. В этот день родился великий Балшемтов. Много лет вообще в Меджибуши в этом году мы собирали большой праздник. И Блинедер с Божьей помощью в этом году большой праздник такой же мы собираем в городе Цфате. Вместе с потомками Балшемтова очень, слава Богу, интересный, надеюсь, будет праздник. Хайлул – это день, когда Балшемтову через 10 лет, когда ему исполнилось 26 лет, это Небесный суд постановил, что Ахия Шелани явился ему, раскрыл ему источники света, содержащиеся в открытой части Торы и Каббали, и занимался с ним такими тайнами, которые до сих пор еще миру, ну и не открыты, кроме как Балшемтова. Есть еще много вещей. Хайлул – это день, в котором у праведного Раби Боруха, сына ученого Раби Шнурзалмана, родился Алтеребе. Что еще? 18-й день Хайлул, вообще переводится, с кематри его 18, он переводится как «жизнь». И в этот день, до Еврейского Нового Года, до приговора, который будет вынесен всему миру и нам, остается ровно 12 дней. Посредительство наших мудрецов. Это время можно исправить ошибки всего года, за 12 месяцев, по одному месяцу за день. Каждый день надо анализировать прожитый месяц, вспоминать его, смотреть, анализировать и делать выводы, и принимать решения. Кстати, записывать их, а то обычно решения мы принимаем. Это очень важный день. В этот день начинается особый период подготовки к Роша-Шанаку, к Новому Году. Это период осмысления прожитого, раскаяния. И в эти 12 дней можно исправить весь год. Это просто уникально. В этот день положено рассказывать истории про Балшемтова. Я расскажу вам короткую историю. В 1573 году жил в городе Цвате. Один еврей, который мог молиться очень сильно. Он был в цельном делах, выполнял заповеди. И никто не знал на земле, что он такой великий праведник. Однажды ночью, когда он читал молитву полуночную, вдруг услышал дверь. Он спросил, кто там, сучавший отвечает, это пророк Ильягу. Он впустил его внутрь, вошел к нему. Стало светло, дети начали танцевать в кроватках своих. Еврей говорит, садитесь, Ребен. Он сел и сказал, я пришел к тебе, чтобы раскрыть тебе год прихода Машеха. Ты единственный человек, которому это разрешено, небо это сказать. Но ты перед этим должен рассказать мне, что ты такое сделал в день твоей бармитства, что с тех пор небо постановилось, что ты должен удостоиться открытия таких тайных, чтобы я к тебе пришел и так далее. На что этот простой еврей отвечает? Думаю, то, что я сделал, я сделал ради Всевышнего. И я не буду раскрывать это никому, кроме Всевышнего. Поэтому мне не нужны великие тайны. Я получил от своих предков поучение, что, творя добро, человек должен стремиться к можно лучше скрывать это от людей. И делать это ради Творца. Пророк Ильягу скрылся. Наверху, на небе, был великий шум. Появился такой простой, цельный человек, который все делал во имя неба. И было решено, согласие Высшего Суда, написано в Кабале, что Ильягу должен снова прийти к нему. Начать учить его Торе и рассказывать великие тайны. И вернулась эта душа на небо. После того, как она пришла с неба, она вернулась на землю. И это наш Балшемтов. Вот так вот родился Балшемтов. Однажды вот Израилю Балшемтову задали каверзные вопросы. Написано в Талмуде, что против всякой вещи, которую Всевышний нам запретил, он дал нам что-то разрешенное. Например, есть, я знаю, свинина, она запрещена. Но есть животное, вкус мяса, которое напоминает свинину. Есть рыба, которая запрещена. Есть вкус рыбы и так далее. А что есть разрешенное аналогично безбожию? И на это Бешт ответил. Добрые дела и помощь ближнему. Увидев изумленные лица собеседников, Раби Израиль пояснил. Потому, когда мы видим другого в нужде, мы не говорим, Бог правит миром, Бог знает, как лучше, Бог о тебе позаботится. Нет. Мы сами стараемся сделать то, что в наших силах, чтобы помочь человеку. Так, как будто Бога нет. Не дай Бог. И мы становимся безбожниками во имя Бога. Вот таким великим человеком был Балшемтов. Вообще, в этот день исполняется все. Я знаю тысячи людей, которые в этот день, не рожавшие, получили детей. Получили работу, получили заработок. Это великий день, который вечером наступает. Не пропустите его. Потому, что это будет большая ошибка. Брахава Ацлаха. Хайлулова вам хорошего. И хорошего решения на небесах. Брахава Ацлаха.